Обещали, что мы улучшим наши отношения со всеми соседями, в том числе с Россией. И это не будет сделано за счет нормальных отношений с Западом и с западными государствами. Безусловно, эти отношения нужны. Безусловно, партнерство с Западом очень важно, но не за счет чуть ли не военной конфронтации с Россией. То есть он практически растоптал все эти обещания, которые он дал. И все эти разговоры относительно коррупции, это тоже весь пиар, потому что такой элитной коррупции, как во время Саакашвили в Грузии, не было даже при предыдущей власти. Мы все прекрасно помним, когда выступал предыдущий Саакашвили и говорил, что вот мои министры там живут в духовной квартире, посмотрите, как они будут жить через три года. Но потом нам никто не показал, как они начали жить. А они действительно серьезно были втянуты в элитарную коррупцию, которая была для маленькой Грузии очень серьезной проблемой. Вы знаете, я вообще никогда не была поклонницей революции. Это как бы ирония судьбы, что мне пришлось быть одним из лидеров революции РОС. Это как бы действительно ирония судьбы, что мне потом еще в 2009 году пришлось принимать очень активное участие в уличных акциях. А уж в 2011 году действительно вместе с Народным собранием, которое сейчас меня и представило в кандидаты президента, быть инициатором акций, которые действительно закончились трагически, потому что 4 человека погибло, десятки людей были, сотни людей были жестоко избиты, жестоко избиты. Многие арестованы. Но я всегда была не за революцию, а за эволюцию. И всегда говорила, что нам нужны революционные реформы без революции. Но, к сожалению, вы знаете, то, что случилось в Грузии, это, в принципе, конечно же, из-за тех действий, которые исходили со стороны власти. Власть всегда доводит ситуацию до того, что произошло у нас. Умное правительство и умная власть, она не доводит ситуацию до революции, как бы тяжело не было. И здесь я не имею в виду или как бы страха, или нажима, потому что этого хватало в Грузии. Как раз не это является рецептом, чтобы избежать таких катаклизмов. Чтобы избежать катаклизмов в стране, для этого нужно реально понимать, что нужно твоему народу. Реально показать народу, что ты стараешься идти навстречу их нуждам. Может, у тебя не все получится, и наверняка не все получится. Но главное, чтобы люди понимали, что все, что делается, делается во благо государства, во благо самого народа. Вы были два раза ИО-президента Грузии в разные годы. Почему тогда? То есть вы не остались? Вы знаете, первый раз это было в 2003 году. Вы знаете, я понимала тогда, что народ поддерживает больше Саакашвили. И это было потому, что он был более радикальным тогда. И народ верил, что нужны радикальные и болезненные реформы. И, в принципе, вы знаете, у него был шанс. У него действительно был шанс стать человеком, который останется золотыми буквами в грузинской истории. У него был шанс объединить страну, объединить народ, провести реальные реформы. Действительно поставить Грузию в ряде развивающихся демократических и европейских государств. Но, к сожалению, он этот шанс не выполнил, не использовал. Я тогда помню, как люди нас спросили, трех лидеров революции, пожалуйста, поддержите друг друга. Не начинайте распри из-за того, кто будет первым, кто будет вторым. Давайте будьте вместе и спасите страну и помогите нам. И я сочла своим долгом тогда действительно услышать это мнение народа и эту просьбу народа. Не раскалывать это единство. И я считала, что мы втроем действительно могли бы совершенно в правильном направлении вырулить страну. Но, к сожалению, реальность развивалась в другом направлении. Господин Жвания трагически погиб. Мы до сих пор не знаем, была это трагическая случайность или преднамеренное убийство. Постепенно мои взгляды и взгляды Саакашвили и его команды расходились. Одним из пиков, да, вы абсолютно правы, было еще потом в 2008 году, после событий ноября 2007 года, когда жестоко была разогнана демонстрация в Тбилиси, это уже было очень плохим показателем того, что правительство не хочет услышать своего народа, потому что не было никакой необходимости, абсолютно никакой необходимости разгонять эту демонстрацию. Но тогда я услышала огромное количество обещаний со стороны Саакашвили и Букаманды, что они поняли, что они услышали народ, что они действительно сейчас будут больше советоваться со мной и многое менять. К сожалению, я оказалась обманутым, так же, как и те люди, которые тогда проголосовали за Саакашвили. Были еще определенные внутренние проблемы, когда, в принципе, спасала и оппозиция, которая не довела свою борьбу тогда до конца. Но когда я после этого, уже через несколько месяцев, увидела, что все эти обещания, они были ложными, они были фальшивыми, и на самом деле изменился только фасад, а более ухищренными методами начали делать то же самое, я практически создала прецеденты в грузинской политике, потому что никто с такого высокого поста самостоятельно и по собственному желанию в Грузии не уходил. Я решила, что поскольку у меня нет механизмов реально воздействовать на ситуацию, нужно уйти, уйти, бороться с этим уже снаружи, потому что изнутри бороться против того, что я считала неправильным, у меня просто не было никаких ресурсов и сил. Михаил Саакашвили уже не имеет права баллотироваться в президента, потому что он уже был, у него есть два президентского срока. А что его ждет завтра, то есть после выборов осенью? Вы знаете, я считаю, что кто бы ни стал президентом Грузии, что ждет Саакашвили, это не должен решать президент. Я собираюсь стать президентом этой страны, естественно, буду бороться, но не мне решать, что будет Саакашвили. Я действительно хочу построить нормальное государство, когда не президент решает, что будет с тем или иным гражданином, не премьер-министр, а решает Генеральная прокуратура, суд и общественность. Сейчас в Грузии очень много людей, которые считают, что Саакашвили должен предстать перед судом. Я скажу вам откровенно, что я среди этих людей, я тоже считаю, что он совершил... Вы знаете, даже если мы не будем говорить о других серьезнейших нарушениях и преступлениях, которые совершались во время предыдущей власти, только одного того, что он потерял своим действием 20% территории страны, я думаю, дает нам полное право говорить о том, что мы должны расследовать, что же случилось в 2008 году, как начиналась война, кто же все-таки виноват в том, что мы не смогли избежать этой войны, как действовали соответствующие структуры во время военных действий и так далее. Поэтому я думаю, что Саакашвили ничего хорошего не ждет. Но в любом случае это должно быть не политическое дело, это не политическая борьба против него, а действительно правовая, которая должна всем показать. Если он несет только политическую ответственность, то он понесет политическую ответственность тем, что он проиграет выборы, что его политическая сила уйдет с политической арене и уступит другим политическим организациям. Но если будет свободным и компетентным расследованием доказано то, что многие в Грузии, в том числе и я, считаем фактом, что он и его команда совершали преступление, то в этом случае я надеюсь, что их будет ждать справедливое правосудие. Это необходимо, потому что все в нашей стране должны понимать, что люди, которые находятся у власти, они не останутся безнаказанными, если они придают интересы своего народа и своего государства. Но теперь я бы хотела поговорить о вас, уже больше о личном. Сколько лет вы уже в политике? В активной политике с 95-го года, когда я впервые была избрана зампредседателем комитета по юридическим вопросам, потом уже председателем комитета по международным делам, председателем парламента. Это с 95-го года. То есть уже почти 20 лет? Практически, да, получается 20 лет. Я бы хотела получить такой небольшой мастер-класс для начинающих политиков. Вот как политик таким большим стажем, как кандидат в президенты. Скажите, как должна выглядеть женщина-политик? Вы знаете, я думаю, что женщина всегда политика, она не политика, она должна выглядеть так, чтобы люди, которые ее видят, понимали, что она уважает и себя, и окружающих. Я прекрасно понимаю, что это нелегко быть ухоженной. Это не только зависит от желания женщины. К сожалению, очень многих женщин, как в Грузии, так и в Казахстане, наверняка нет таких возможностей, чтобы они ухаживали за собой так, как они этого бы хотели. Но, по крайней мере, уважать себя надо. И я, например... Вы знаете, у меня всегда примером была и моя мама, и моя бабушка, которые не были политиками, но я мою маму не помню без маникюра или без, допустим, прически. Поэтому главное, чтобы женщина, она каждый день старалась, чтобы она нравилась своему мужу, она нравилась своим детям, чтобы она нравилась самой себе. Даже если настроение совсем уж никудышное, всё равно нужно постараться, чтобы привести себя в порядок. И не надо показывать всем, что не очень радостно на душе. Как часто вы ходите к косметологу? Вы знаете, я как-то не очень люблю распространяться на эти темы. По необходимости я за собой ухаживаю. Я могу себе это позволить. И несмотря на то, что я всегда была очень занята, но я это делала за счёт сна, потому что я сплю очень мало. Ну, бывает так, 4-5 часов в сутки. Это в основном бывало так. Но не за счёт, естественно, тех драгоценных часов, которые я должна посвятить работе и тому делу, которое я считаю очень важно. Угу. Ну, у вас есть лично стилист, имиджмейкер? Нет. То есть вы доверяете только своему вкусу? Нет, почему же? Я доверяю и другим, наверное. И если мне кто-то даст дельное замечание, будет это политическое замечание или замечание как бы чисто такого стилистического характера, я им никогда игнорировать это замечание не буду. Я вообще считаю, что человек, каких бы он высот не достиг, всегда должен прислушиваться ко мнению других. Если вы начинаете думать, что вы знаете всё, что у вас всё замечательно получается, что вы самая умная, самая красивая, и всё уже прекрасно знаете и не нуждаетесь ни в чьих советах, вот тогда и начинается самое страшное в вашей жизни. Не важно, это вы политик или хирург, или вы врач, или как бы рабочий, да? Человек должен всегда стараться услышать других, всегда должен стараться через себя пропустить то, что услышит. Это не обязательно всегда соглашаться. Но как минимум нужно выслушать, что тебе говорят, и подумать, а может быть, это замечание было правильным, и это замечание было дельным. А если это критика? Ну что ж, нужно её выслушать. Это сложно принимать. Безусловно, я так же, как и любой другой человек, естественно, не в восторге, когда меня критикуют. Никто не любит, когда его или её критикуют. Но сила человека в том, чтобы эту критику не игнорировать, и тем более не злиться, не быть злым из-за того, что тебя кто-то покритиковал. Критика как раз очень сильно может помочь человеку увидеть то, где он или она ошибается. И вы знаете, я думаю, что самая большая проблема как раз политиков во всём мире, во все времена, это то, что рядом меньше на Олимпе власти, меньше оказывается людей, которые тебя критикуют, которые тебе говорят правду. Я помню, когда во время одного из рассмотрений вопросов один человек очень твёрдо защищал свою позицию. Я помню, как Миша тогда на него очень резко отреагировал. И я сказала, что если мы не будем выслушивать людей, которые нас критикуют, это будет концом нашей власти. И, к сожалению, так и случилось. Я очень стараюсь быть объективной той критикой, которая направлена против меня. Иногда это было очень болезненно. Очень часто я, например, считала, что меня критиковали необоснованно или несправедливо. Были и справедливые критические ноты, и замечания, которые, ну, может быть, я не сразу принимала, но потом я понимала, что это справедливо, и как бы больно это ни было, нужно на это реагировать. И очень важно, вы знаете, я очень богата тем, что вокруг меня есть люди, которые ни в какой ситуации не станут мне лгать. Это члены моей семьи, это мои друзья. Их не очень много. Но они всегда мне говорили такую матушку правду в глаза. Иногда, иногда даже очень болезненно. Но я думаю, что это мне помогло не допускать роковых ошибок. У вас двое детей, двое сыновей и старший сын. Анзор сейчас вместе с вами у нас в Астане. И я так поняла, что он сейчас рядом с вами, помогает вам в большой политике. И мне показалось, что он тоже хочет стать политиком. Ну, он сейчас взял на себя функцию и помощника, и охраны, и сына. Действительно, ему очень интересно. То есть это его желание, не ваше предложение? Нет, я тоже его с удовольствием с собой беру, потому что для него, естественно, это огромный опыт. Слушать, видеть, встречаться с теми людьми, которые действительно являются очень интересными людьми. Для него, конечно же, это очень большой и серьезный опыт. И он, в принципе, не первые годы. Он еще с детства меня сопровождал в тех поездках, где это было возможно. Но самое для меня это и момент гордости, и очень болезненная тема, с другой стороны. Потому что ему пришлось очень много пережить, особенно за последние годы, когда мы были в такой опале, скажем так. Когда он тоже оказался, как бы, целью нападок, клеветы и очень серьезные клеветы. Естественно, для него это было очень болезненно. Когда, не решаясь на его арест, арестовывали его друзей, чтобы сделать еще больнее, чем это может быть тогда, когда тебя лично это касается. И, конечно же, для детей было очень болезненно смотреть, как твою маму обзывают предательницей. Родина – это, конечно, самое страшное, что может пережить молодой человек. Но, с другой стороны, это закалка, да? Ну, это закалка, да. Я рада, что это его не сломило. Я рада, что он остался таким борцом за справедливость. И я рада, что его интересуют очень многие вещи, в том числе и политика. Хотя он не показывает желание быть политиком, во всяком случае, сейчас. А чем занимается ваш супруг? Потому что я знаю, что за два дня до революции он подал в отставку, да? Он был заместителем прокурора Грузии. Да, вы знаете, так получалось, что действительно в самые критические моменты ему приходилось тоже принимать сложные решения. Да, действительно, до революции Роса он подал в отставку. Он тогда был первым заместителем генерального прокурора. А вот после уже моей отставки в 2008 году он подал опять же в отставку где-то в октябре 2008 года. Он был замминистром внутренних дел, но заведовал пограничными войсками Грузии. Это была действительно очень важная должность и очень такая ответственная. Но он решил, что несмотря на то, что он не имел прямого отношения к другим отраслям Министерства внутренних дел, поскольку я ушла в оппозицию, он уже не имел морального права оставаться в Министерстве внутренних дел. И я считаю, что он правильно сделал. Самое болезненное, конечно, было то, что после событий 2011 года, после 26 мая, которое, я уверена, что и у вас показывали по телевизору, и уверена, что очень многие переживали вообще за события, которые происходили, хотя, может быть, не все понимали реально, что там происходит. Его заочно осудили якобы за организацию сопротивления полиции, хотя не было приведено ни одного доказательства. Ему пришлось полтора года прожить в Европе, практически в изгнании. Это, конечно, было для нашей семьи очень сложным периодом. Это было очень тяжело, но мы понимали, что придется и это пережить. Я рада, что сейчас, это я уж могу сказать по справедливости, благодаря победе нынешней власти на выборах, в котором мы тоже, естественно, участвовали, 1 октября 2012 года. Уже многие политические заключенные были освобождены из тюрем, и также было принято решение относительно политических беженцев. Также было несколько, ну, там где-то, по-моему, человек 19 или 20, в том числе мой супруг, который также вернулся на основе этой общей амнистии в Грузии. Когда к власти пришел Михаил Саакашвили, вы сами сказали только что, что он сказал о том, что все его министры живут в двухкомнатных квартирах, да? Но вы тоже тогда были у власти, и ваше финансовое положение улучшилось? Вот в какой квартире вы сейчас живете? Вы знаете, у меня никогда не было проблем в финансовом плане. Мне, можно сказать, в этом плане крупно повезло, потому что у меня была очень и есть очень известная в Грузии семья. Мой дед был виноделом, очень известным в Западной Грузии, который делал один из самых лучших грузинских вин Хванчкара. И Оджалищи – это знаменитые грузинские красные вина. И, в принципе, мое финансовое состояние, оно никогда никого... Не интересовало, да? Нет, не удивляло. Интересовало, конечно, потому что спекуляции на этой теме всегда были, но я и моя семья, мы никогда не бедствовали, мы всегда были достаточно, более чем обеспеченными. Так что в этом плане мое положение особо не улучшилось, наоборот, могу сказать, ухудшилось за время этой политической борьбы. Вы скрываете свой возраст? Нет. Вы знаете, вообще-то, даже если бы я захотела, скрывать не было бы смысла, потому что и на сайтах, и везде. Это написано мне 48 лет, я родилась в 64 году, 16 июля, в городе Кутаисе, закончила там же школу, потом Пелийский государственный университет, потом аспирантуру в МГУ, так что мне 48, да, уже с хостиком. Вам еще нет и 50, но у вас такой большой политический опыт, да, и для политика, для большого политика, конечно, это не возраст. Я думаю, что у вас есть все шансы победить. И последний вопрос в двух словах. Главный месседж вот вашей политической предвыборной кампании? Ну, пока я не смогу вам это сказать, потому что мы пока еще не решили, что будет главным месседжем. Хотя, вот я могу вам сказать, что главная цель, конечно, это найти общий язык с Абхазами и Южными Осетинами, нашими собратьями, найти возможность объединить страну и народ, потому что народ сейчас в определенном смысле также в противостоянии, в расколотом положении, и сделать нашу страну достойной и действительно привлекательной не только для грузин, но и для Абхазов, для Осетин, для других народностей, которые живут в нашей стране. Вот это моя цель. А главное, что я могу сказать, вы знаете, я, несмотря на очень сложную политическую дорогу, которую я прошла, я горжусь тем, что я никогда не действовала по принципу цель оправдывает средства. Да, это было тяжело, это стоило мне очень дорого, могу вам прямо сказать, но я буду придерживаться тому же самому принципу. Цели, они важные, но не все средства можно использовать для достижения цели. Если поднапрягаться, можно всегда найти достойное средство, которым можно достичь ту цель, которую ты считаешь правильным. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Я напомню, вы смотрели программу «Сваду-Сво», и сегодня у меня в гостях была одна из самых известных и влиятельных политиков Грузии Нино Бурджанадзе. Спасибо. Всего доброго, увидимся в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok